Эту и другую тему мы обсудим с журналистом, политическим деятелем Белоруссии, советником Светланы Тихановской. Франок Вечерко на связи с нашей студией. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Франок, а как вы думаете, что это за техника такая у границ с Украиной? Техника перемещается постоянно по принципу ротации. Не доставляли российские шалоны, потом их вывозили. Цель создания давления на украинскую сторону, постоянно держать напряжение Киев, угрожать. Это стандартная тактика Кремля, чтобы не было возможности у украинской армии сконцентрироваться именно на Восточном фронте. В Украине на днях звучали прогнозы от некоторых военных и от экспертов, что россияне якобы снова готовятся пойти на Киев. По вашему мнению, какая вероятность такого варианта существует именно с Белоруссией? Вероятность есть всегда. Пока Лукашенко сидит в Минске, всегда будут угрозы использования воздушного пространства и белорусской территории. Но сейчас такой поход на Киев, он бы обернулся полным провалом для Путина, потому что Украина намного лучше подготовлена, границы заминированы, железнодорожное сообщение уничтожено. И белорусское общество смобилизировано на протесты и на саботаж, как это было в начале войны, когда железнодорожные партизаны провели более 80 актов саботажа. И сейчас это было бы суицидально для Путина, поэтому я мало в это верю. Но использование воздушного пространства исключать нельзя. И, конечно, Путин будет создавать такие очаги давления на белорусско-украинские границы. По поводу воздушного пространства, по информации того же белорусский гаюн, в январе в Беларусь прилетали транспортные самолеты из Китая. Что именно было на борту, доподлинно неизвестно. Садились они в вип-зоне, который использует Лукашенко во время своих перелетов. Предположительно, самолеты переправляли в военные грузы, так считают мониторинговые группы. Как считаете вы, возможно ли, что Китай и Россия используют Беларусь как некую транзитную зону для переброски оружия? И чтобы скрыть этот факт от западного сообщества? Мы знаем о том, что минимум четыре борта китайских прибывали в Беларусь. Это грузовые борта. Есть несколько вариантов, что они доставляли. Возможно, это китайские джипы Хамви, которые использует лукашенковская армия. Возможно, это детали для ракетных комплексов Полонез, которые считаются белорусскими разработками. И именно Китай поставляет самые важные комплектующие для этих комплексов. Возможно, какие-то другие детали для военной техники. В любом случае, этого нельзя говорить о какой-то массовой доставке оружия. Но то, что Лукашенко укрепляет вооруженные силы, силы своих специальных операций, это факт. То, что Лукашенко использует войну против Украины для заработка денег. Беларусь собирает и боеприпасы, и комплектующие для российской армии. Зарабатывает на крови украинцев, это тоже факт. А усиливает он свою армию с какой целью? С целью обороны, потому что он опасается и боится все-таки какого-нибудь, например, происшествия белорусских легионеров, которые сейчас воевают в Украине, а после этого захотят освободить от его режима Беларусь. Или он усиливает с целью атаки и возможной эскалации на северные регионы Украины? Надо понять, что белорусская армия не будет умирать за Лукашенко, и тем более не будет умирать за Путина. И именно это причина, почему белорусы не вступили в войну. Лукашенко будет помогать, будет пугать, он будет показывать себя альфа-самцом, чтобы запугивать, поднимать ставки перед Литвой, Польшей, Латвией, другими соседями. Ему очень неудобно в этом статусе путинской марионетки, статус, который он заработал после полномасштабного вторжения. И он пытается показать, что он тоже, как сам говорит, имеет яйца и что-то из себя представляет. Но укрепление идет в первую очередь не вооруженных сил, а именно сил внутренней обороны Лукашенко, спецслужб. Он создал за последние полтора года несколько новых подразделений, в том числе одно называется «Беркут, рысь», для борьбы с внутренними партизанами, с так называемыми, как они называют, экстремистами. Он боится именно взрыва в белорусском обществе, протестов, саботажа белорусских партизан. Возможно, в том числе и белорусских добровольцев полка Калиновского. Для него это страшный кошмар. Пытается усилить пропаганду в таком русско-мировском ключе, мол, надо защищать великославянские ценности. Пытается промывать мозги. Усилилась работа идеологов по всей армии. Но я сомневаюсь, что им удастся убедить белорусов, что путинская, российская война против Украины – это белорусская война. Белорусы отлично понимают, кто виноват. Белорусы в большинстве поддерживают Украину. И, конечно, когда будет попытка заставить ввести белорусские войска в Украину, это обернется против него, белорусы развернут оружие против Лукашенко. А как вы думаете, из-за боязни вот этой накануне Лукашенко подписал указ, который позволяет белорусским военнослужащим применять оружие против граждан без предупредительного выстрела и исключил пункт превышения полномочий? Что это значит? Теперь военные могут фактически убивать людей, например, собравшихся на митинг, и им за это ничего не будет? Лукашенковские спецслужбы, внутренние войска, службы охраны президента КГБ, подразделения Альфа КГБ, они имеют сейчас неограниченную власть. То есть им дать данный карт-бланш на любую форму репрессий. Они могут применять оружие, арестовывать, делать обыски без ордера. Есть такое подразделение, называется ГУБОПИК, которое в теории должно бороться с организованной преступностью, но оно борется с демократическим движением, с нашими партизанами, нашими волонтерами внутри страны. И они проводят десятки обысков среди активистов, интеллигенции, учителей, студентов, находят бело-красно-белый флаг, находят подписку на украинские СМИ, сразу в тюрьму бросают. А именно разрешение использовать оружие — это урок, который он извлек в 2020 году. В 2020 году он страшно напугался, когда люди стояли около его дворца. Ну и сейчас он хочет дать своим спецслужбам возможность убивать, легально убивать, чтобы они не боялись. Но мы им напоминаем, что каждый понесет ответственность, каждый будет сидеть в тюрьме, кто участвует в репрессиях против белорусов. Все мы знаем, что в Беларуси находятся некоторые вагнеровцы. А как думаете, захочет ли Лукашенко расширить использование боевиков ЧВК «Вагнер», например, в рамках действий белорусских силовых структур внутри страны или для охраны границы? Вагнер скончался. В той форме, в которой он был, он умер. Все эти гарантии Лукашенко, которые он как будто бы давал Пригожину, это куром на смех, остались некоторые вагнеровские головорезы. Лукашенко их встроил в систему личной охраны, внутренних спецслужб, внутренних войск. Они проводят какие-то тренинги, выходят в лукашенковские пропагандистские медиа с комментариями. Некоторые получили контракты, квартиры внутри Беларуси. Но абсолютное большинство или вернулось в Россию, присоединилось к путинским, другим ЧВК и госкомпаниям. Некоторые переехали в Африку и работают с сыном Пригожина. Но я думаю, что «Вагнер» как отдельная какая-то единица больше не существует. Лукашенко надеялся их использовать для личной охраны, но ничего у него не получилось. Они наемники, работают за деньги, а Лукашенко же хочет, чтобы ему служили и не платить за это. Почему мы спрашиваем? Потому что нынешний командир ЧВК «Вагнер» Антон Елизаров с посылным «Лотос» накануне заявил, что его бойцы, цитирую, продолжают работу на африканском континенте и продолжают работу в Беларуси во благо России. Вот поэтому интересно, что значат эти слова, какую работу во благо России вагнеровцы могут исполнять в Беларуси. Британская разведка считает, кстати, что в настоящее время в Беларуси около тысячи этих боевиков. Я думаю, что их намного меньше, чем тысяча. Тысяча это было примерно в ноябре месяца оставалось, но они потом все поразъезжались. Некоторые вообще вышли из ЧВК, им дали возможность работать просто в Беларуси или в другие сферы и включили в силовые подразделения как часть именно белорусских структур. Да, возможно, какое-то количество этих головорезов остается в Беларуси, но это сотни, не тысяча. Я думаю, что большинство из них, они наемники, работают за деньги. В Африке это то место, где они могут зарабатывать свои тысячи евро в месяц, с которыми привыкли. И поэтому большинство из них двинулось именно туда. Какие там интересы Путина? Контроль, угрозы, само военное присутствие таких российских, даже частных подразделений, это влияние Путина. Путину выгодно расшатывать ситуацию, выгодно потом в этих конфликтных зонах зарабатывать, поставлять оружие. Даже в войне Хамаса против Израиля, а я думаю, что на этом и Лукашенко, и Путин могли хорошо нагреть руки. Вот такой еще вопрос. Беларусь и Россия работают над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов. Об этом заявил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. А дальше что? Еще хуже? Репрессии в Беларуси продолжат усиливаться. Что дальше ждет? Ну, сейчас пик репрессий. Мы просто вернулись в сталинскую эпоху 30-х годов, вот этих массовых репрессий, когда любое инакомыслие, оно является уголовным преступлением. Любая солидарность — уголовное преступление. Людей сажают за открытку, отправленную в тюрьму политзаключенному, садят в тюрьму. Донат на украинскую армию — 20 евро, 5 лет тюрьмы. И экстремистами сейчас называют всех, называют журналистов экстремистами, правозащитников, даже белорусскоязычных учителей, которые преподают на белорусском языке, потому что всю жизнь преподавали на белорусском языке, сейчас они стали экстремистами. Зачем надо объединение этих баз, чтобы они не могли выехать из Беларуси, чтобы, если они, например, выезжают через Россию, их задерживать на границе? В России идет активное сотрудничество между КГБ Лукашенко и ФСБ России. Они делают спецоперации против белорусов, которые инкогнито находятся на территории России. Но то же самое делают и с россиянами, которые убегают от призыва через Беларусь, их выявляют на территории Беларуси и также сажают в тюрьмы. Под маркой экстремизма проводятся массовые зачистки, репрессии. Для Путина это важно перед президентскими выборами, для Лукашенко сейчас это важно, потому что чувствует себя неуверенно в белорусском обществе. Все равно он понимает, что живет в стране, где абсолютное большинство его ненавидит. И он боится в том числе переворота от своего же окружения. Он сузил вот это свое окружение сейчас до 40-50 человек, усилил собственную охрану и за любой контакт с потенциальными экстремистами, людей, даже людей, чиновников, которые с нами, например, коммуницируют, с демократическим движением, их очень жестко наказывают. Ну вот не является ли это продолжением поглощения России Беларусь, России Беларуси, кремлевская пропагандистка Симоньян, она заявила, что Россия осталась одна без союзников, а Беларусь так не в счет, так как это уже тоже Россия. Как думаете, что значат вот подобные заявления, подобные решения? Ведь давно не секрет, что именно вот такие ручные рупоры Кремля, Скобеева, Соловьева, Симоньян, они просто так ничего не говорят. Может, россиян и белорусов тоже готовят к тому, что Беларусь официально, так сказать, станет частью России? Конечно, это поглощение. Мы называем это ползучей оккупацией Беларуси. Оно началось не сегодня и не три года назад, оно длилось все 30 лет правления Лукашенко, когда он задавал белорусский суверенитет в обмен на дешевые энергоресурсы и поддержку Кремля. Сейчас он сдает бешеными темпами. Путину выгодно иметь Беларусь как такую буферную зону, как, знаете, во время Второй мировой войны режим Виши в Франции. Он как будто бы внешне имеет признаки суверенитета, но полностью подконтролен митрополией, как Лукашенко подконтролен Путину. Происходит слияние сфер жизни общества, например, в экономике, в банковской сфере, налоговое законодательство. Все в Беларуси сейчас стандартизируется под российские стандарты. Те компании, которые убегают с Беларуси, которые репрессированы, на их место приходят российские компании. И в сфере образования, например, сейчас они инициировали замену белорусских учебников по истории российскими, слияние вот этого нарратива исторического. Все уже не было белорусской истории, а наша история — это Российская империя, Советский Союз, и больше ничего нет. Сделать людей без рода и без племени — вот цель Путина в Беларуси. То же самое, что Путин делает на оккупированных территориях. Промыть людям мозги, сказать, что вы русские, у вас нет никакой истории и собственной идентичности. Такими людьми проще управлять. Поэтому для нас демократического движения очень важно сейчас иметь сильные медиаресурсы. Мы работаем через соцсети, YouTube. Усилять национальную идентичность. Белорусский язык, который сейчас по факту под запретом в Беларуси становится, по факту криминализирован, также его усилять. Потому что сильная идентичность — это лучший антидот русскому миру. Ну вот, кстати, как работает сейчас медиа? Потому что в Беларуси после протестов 2020 года очень мало, практически не осталось независимых СМИ. А они, если есть, то, например, как некоторые каналы вещают из Польши, журналисты покинули страну, целыми редакциями уезжали. И вот сейчас, спустя 4 года, очень сложно и с деньгами донатить на независимые СМИ. Белорусы или уже не могут, или боятся, потому что это опасно. Международных грантов все меньше. Вот, например, я встречался с Борисом Горецким, это глава Белорусской ассоциации журналистов, и он сказал, что действительно с каждым днем все сложнее и сложнее на разные проекты находить финансирование. Как выживают белорусские СМИ и при этом еще пытаются бороться против этой огромной пропагандистской машины Лукашенко? СМИ очень сложно. Многие журналисты в тюрьмах. В тюрьмах более 50 журналистов находятся на бешеные сроки. Многие возобновили свою работу из Литвы и Польши. Также многие блогеры работают, в том числе с Украины. Белорусские блогеры. Аудитория осталась. Люди внутри страны ищут независимые новости. Этим белорусское общество очень отличается, например, от российского общества. Потому что многим белорусским медиа им проще, потому что сами люди ищут доступа через VPN, анонимайзеры, пробиваются сквозь цензуру в поисках правды. Есть основной упор, делается на YouTube. YouTube — это основной инструмент доступа к белорусам внутри страны. Аудитория тех медиа, которые в Варшаве или Вильнюсе, это телеканал «Белсад», Европейское радио для Беларуси, «Зеркало», «Наша Нива». Большинство, 70% — это люди изнутри страны. Но, конечно, люди заходят анонимно, не оставляют комментариев. Многие распечатывают тексты, передают соседям. Ну, как по старинке, как в советские времена. Надо использовать партизанские методы, чтобы правду распространять. К сожалению, ресурсов очень мало, потому что медиа не могут зарабатывать. Они объявлены экстремистами, и любые рекламодатели, они тоже будут экстремистами, если разберутся свою рекламу, например, в независимых порталах или телеканалах. Поэтому мы ищем, конечно, дополнительное финансирование, поддержку, чтобы эти медиа могли продолжать работать. Лукашенко и Путин, они имеют миллионы, миллионы, миллиарды вбрасывают в пропаганду внутри Беларуси. У нас таких ресурсов нету, поэтому нам надо быть более креативными, чтобы с этой пропагандой, с путинско-лукашенковской пропагандистской машиной бороться. Спасибо вам большое за ваше время, за вашу аналитику, за ваши ответы. Я напомню зрителям, Франок Вечерко, журналист, политический деятель Беларуси, советник Светланы Тихановской, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Фридом в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Субтитры создавал DimaTorzok